Случилось так, что один из самых совершенных живописцев вошел в историю искусства вместе с именем маленького голландского городка, где он родился и жил. Когда почему-либо называешь этот город, обязательно вспоминается художник. И не только из-за имени, а может быть потому, что картины Янна Вермейра пронизаны духом средневекового Делфта и наполнены его неторопливыми ритмами. Тишина окутывает бюргерские интерьеры, где девушка читает письмо или примеряет ожерелье. Кажется, что даже игра на клавесине или беседа за бокалом вина не нарушает эту тишину, а лишь оттеняет ее. В стекле оконной рамы отражается безмятежное женское лицо. Пробивающиеся в комнату лучи солнца, которыми не избалован северянин, манят на улицу. И она у Вермейра такая же тихая и прибранная, как комната. Даже набережная Делфта с далекой перспективой, уходящая вглубь города, подчинена гармонии мирного и спокойного ритма. Вид Делфта едва ли не лучшая картина художника. Единственный раз Вермейр разрешил себе так вольно развернуть пространство. Он создал портрет города по своей одухотворенности, сравнимый с портретом человека, когда сходство облика лишь начало рассказа, а главное таится в раскрытии внутренней жизни. Вермейр писал этот пейзаж из окон домика, стоявшего на берегу изображенной здесь реки Схи. Он работал над ним много сеансов, как и над каждой своей картиной, хотя он с детства знал все эти дома, каналы и суда у пристани, и силуэты церквей, и разноцветные островерхи и крыши. Знал, как черты близких людей. Он сумел найти и передать все самое характерное в облике своего города. Но одновременно он выразил пронзительные ощущения данного момента в его неповторимости. То, что не мог сделать, пожалуй, ни один из его современников. Только что прошел дождь. Солнце пробивается сквозь облака. Влажный воздух извлекает из каждого цвета особую свежесть. Вот-вот все изменится, потускнеет, станет обычным. Но сейчас все волшебно. И огромное небо над головой и бездонное зеркало реки. Французский путешественник Бальтазар де Монкони, посетивший Голландию в начале 70-х годов 17 века, записал в своем дневнике. В Делфте я видел художника Вермеера, который не имел у себя дома ни одной своей работы. Зато одну из них мне показали у местного булочника, заплатившего за нее 600 ливров. Эти слова тем более ценны, что о жизни художника сохранилось мало сведений. Здесь же перед нами и свидетельство признания, которым пользовался Вермеер, и свидетельство того, что он постоянно нуждался, и ему приходилось продавать каждую свою картину. Успех Вермеера даже отдаленно не напоминал славу, окружавшую таких его современников, как Фламандец Рубенс или Испанец Веласкес. И если картины этих художников украшали королевские дворцы, то работы Вермеера находились лишь в домах Делфтских бюргеров. По своему укладу и жизнь самого Вермеера мало чем отличалась от жизни среднего бюргера. Необычное таилось не в каких-либо событиях, а в его творчестве, принесшем славу голландскому искусству. В 17 веке маленькая Голландия стала одной из самых могущественных держав. Национально-освободительная борьба с королевской Испанией закончилась победой, и здесь возникла первая в мире буржуазная республика. Традиционное трудолюбие ее народа, усердие, стресс к порядку, будь то в торговле или домашнем убранстве, помножилось на мужество, на бористость и смелое предпринимательство. Но, пожалуй, самым значительным завоеванием буржуазной революции был дух демократизма, сохранявшийся, правда, ненадолго, но проникший во все сферы жизни. Каждого, кто приезжал в Голландию, поражало сходство в облике простолюдина и крупного промышленника. Французы утверждали, что от голландских министров пахнет селедкой. В то время, как Европа дымилась кострами инквизиции, Голландия устами философа Спиноза провозглашала равенство единственным состоянием людей. Пришедшая к власти молодая и воинственная буржуазия создавала наиболее передовую для того времени культуру, независящую от аристократических вкусов и свободную от церковных предписаний. В голландских университетах теологию вытеснили науки, дающие материалистическое толкование миру. В Голландии изобретается микроскоп, совершенствуется телескоп. И так пристально наблюдается небо, словно предприимчивые голландцы стремятся проникнуть и туда. Материалистические воззрения постоянно подкреплялись открытиями в медицине, астрономии и естественных науках. Интерес к окружающему миру, более того, восхищение его реальной красотой, проявлялись во всех сферах жизни маленькой буржуазной страны и, может быть, ярче всего оставили свой след в живописи. Именно живопись, а не поэзия, музыка или архитектура выразила высшие достижения голландской культуры. Достаточно назвать имя Рембрандта, но особенности голландской живописи раскрываются не только в высоте ее вершин, но и в ее невиданно широком распространении в повседневной жизни и всех слоев общества. В какие-то несколько десятилетий в Голландии было создано картин намного больше, чем во всех остальных европейских странах. Картина в какой-то мере тоже становится товаром, на котором наживали капитал торговцы и перекупщики. Нередко художники расплачивались картинами за еду и жилье. Картины давали в приданное невестам. Один путешественник, посетивший Голландию, писал, если голландцы имеют больше картин, чем драгоценностей, если они их выше ценят, чем драгоценные камни и ювелирные изделия, то это зависит только от того, что их прекрасные картины в несравненно большей степени радуют и веселят взор. Голландские купцы, промышленники, простые бюргеры, ремесленники и даже крестьяне хотели иметь в своих домах изображение родной природы, своего быта, всего того, ради чего они еще совсем недавно самоотверженно сражались. Им чужды и непонятны образы аристократической дворянской живописи. Они хотят видеть реальную жизнь такой, как она есть. Малые голландцы не просто переносили на холст то, что находилось перед их глазами. В основе самого простенького изображения лежит четкая продуманность, художественный расчет композиции и цвета, видение целой сцены и каждого составляющего ее предмета. По кругу тем Вернеер Далвский почти не отличается от малых голландцев. Подобно им он пишет сценки бюргерского быта, женщин, читающих или пишущих письма, беседующих с кавалерами, примеряющих ожерелья, музицирующих. Он пишет то, что каждодневно наблюдает в своем родном городе. Глядя на картину Вернеера «Улечка», написанную в середине 50-х годов, мы словно погружаемся в атмосферу этого маленького уютного городка, где служанки по утрам моют плиты тротуаров, как моют пол в комнате. Изображенный на картине ступенчатый фасад обветшала кирпичной застройки, как установлено по старым атласам, находился напротив дома, где жил художник. Из своих окон он наблюдал эту мощеную булыжником мостовую, выцветшие зеленоватые ставеньки, литую решетку, узор кирпичной кладки. Каждого, кто видит эту картину, охватывает ощущение доподлинности происходящего. По вибрирующему мягкому свету в картине сразу же можно отличить Вермеера от любого другого мастера, но может быть острее, чем в уличной сценке свет ощущается в замкнутом пространстве интерьера. В картине девушка с письмом поток воздуха и света вливается сквозь открытое окно, рядом с которым стоит девушка. Она погружена в чтение, веки ее припущены, лицо невозмутимо, фигура неподвижна, мир ее чувств замкнут, все погружено в тишину. Но разве ничего здесь не происходит? Разве не охвачен этот интерьер радостным движением, шествием света? Все, к чему он прикасается, даже блеклая стена оживает. Свет создает атмосферу ясности, свежести и радости бытия. Он объединяет все вокруг. Хотя мысли героини Вермеера витают вслед за строками письма, и живет она в этот момент в воображаемом пространстве. Свет, словно без ее ведома, сливает ее с реальным пространством интерьера, золотит ее волосы, румянат щеки, скользит по ее строгому и нарядному платью. И будто не желая расстаться с девушкой, повторяет ее лицо в оконном стекле. В каждой картине Вермеера мы ощущаем материальное богатство мира. Кухонная утварь у художника выглядит так же торжественно, как бархат, узорчатый делфский фаянс, восточные ковры. Одним из первых в истории европейской живописи Вермеер почувствовал свет в его единстве и взаимодействии со стихией света. В более поздних произведениях Вермеера, созданных в конце 60-х, начале 70-х годов, пространство интерьера становится все более обособленным от внешнего мира. Глядя на его картины, просто не верится, что за окнами изображенных им комнат раскинулась приморская страна с ее шумными пристанями, рыбячими шхунами, кораблями, отправляющимися в дальние рискованные плавания. Может быть, только карта, висящая на стене, напоминает об этом или письмо, которое невозмутимо и спокойно держит в руке изображенная Вермеером дамам. Глядя на выверенный порядок предметов, на монотонный ритм плиток пола, забывая, что где-то близко с моря дуют злые ветры, что на изменчивом небе беспокойно движутся облака, что суетятся крылья мельниц, возвышающихся над пустынным ландшафтом дюмф и полей. Изменения, которые произошли в творчестве Яна Вермеера, были связаны с общим кризисом, переживаемым голландским искусством. Близится его закат. Демократические идеалы предприимчивого голландского бюргерства первой половины века все более придавали забвению. Французская аристократическая мода захватывала одну позицию за другой. Отрываясь от национальных корней, одна из самых реалистически полнокровных и ярких европейских школ живописи входила в пору упадка. Но говоря о голландском искусстве, мы прежде всего вспоминаем о его вершинах, а это значит о Яне Вермеере. Из трех с лишним десятков его картин почти каждая может быть названа шедевром живописи. Вермееру был чужд, а может и просто недоступен мир рембрандтовского гуманизма, его раздумий о жизни и смерти, добре и зле. По кругу тем, как уже говорилось, он близок малым голландцам. Однако значительность бытия, которую он ощущает, поэтический дар, одухотворяющий все, к чему прикасается его кисть, выводят его из тесных рамок бытового жанра, придают его картинам черты монументальной обобщенности. И здесь, при всем их несходстве, его хочется поставить рядом с Рембрандтом. Но если Яна Вермеера Довского все же причислять к малым голландцам, то непременно прибавив великий.